Музыка Здравствуйте все зрители моего канала! Здравствуйте мои дорогие подписчики! Сегодня у меня вот такая вот огромная-огромная подссылка. Когда мне ее на почте подали, я даже не сообразила, что же у меня такое могло прийти. По дороге я прощупала и поняла, что это уже пришла моя сумка. Пришла она очень быстро, за две недели. Прямо удивительно, я уже начала тут вот разрывать. Сейчас мы ее достанем и я вам покажу, как же она выглядит. Ой, как много тут! Вот такая вот сумка кружевная. Так, в мешочке больше ничего нету. Потому что в этой сумке еще должен был быть брелочек. Ну, сейчас посмотрим, что же здесь внутри. Брелка внутри нету. Два кармана. С одной стороны маленьких. С другой стороны есть вот такой вот кармашек на молнии. Пусто здесь. И еще вот такое вот отделение. Ну, это как бы так, это отделение. И потом еще один карман. Очень люблю сумки, с которых очень много карманов. Для того, чтобы все отдельно разложить. Тоже большой карман на весь размер сумки. И огромное, огромное отделение. Сама же сумочка закрывается на молнию. Здесь вот такая вот красивая висюлька. Золотистого цвета. Сейчас попробуем застегнуть. Вот она так затягивается. Единственное, что вот мне не нравится. Замок не доходит до конца. Но в принципе тут, как тут можно было его застегнуть. А с этой стороны он вот такой вот длиннющий. Мы это сейчас туда заправим. Золотистая фурнитура. Вот такие вот колечки. И на ручках такие вот штучки есть. И сбоку кольца. Тоже сумка как бы-то вот немножечко так вот собирается. Там было много расцветок. Были красные, серые, синие. Но я решила, что вот такую более розовом оттенке. Но она, я даже не пойму, какого она цвета. Тут он больше к бежевому. А обратная сторона вот такая вот темная сирень, наверное. И, кстати, здесь еще один большой карман на молнии. Ручки, скажем так, вот ручки разного цвета получились, как сделали. Одна более розовая, другая такая вот с фиолетовым оттенком. В общем, как выкроили. Но это не столь важно, я думаю. Сумка легкая, несмотря на то, что здесь много вот этих вот прибамбасов таких. С одной и с другой стороны. Ну и донышко у нее основательное такое. Вот видите, тоже с одной стороны темнее, потом переходит в розовое. Это такая вот интересная кожа. Ну, это не кожа, конечно, это кожзам. И сумочка очень интересна. Вот здесь вот она вся ажурная. И как бы основание там есть золотистое. Интересно, оно разделяется? Да, оно разделяется. Вот эта вот часть, вот так вот она отнимается. И там под низом еще, снизу, основание такое вот золотистое. Сумка смотрится очень красиво. Вот, сейчас я ее сниму видео, как она будет смотреться на мне. Вот так вот эта сумочка выглядит, если вы возьмете ее на плечо. Ручки, длина ручек этого позволяет. Не знаю, правда, как это будет, если носить эту сумку на пальто. Когда там все-таки рукава будут потолще. Но на джемпер все хорошо смотрится. Вот так вот она выглядит. Как это лучше это показать. Вот так, там я немножечко положила внутрь, чтобы ее чуть-чуть набить потолще. Вот так вот, вот такая вот эта сумка. Сумка очень интересная. Мне, я с удовольствием ее буду носить. Сумка мне очень нравится. Несмотря на то, что там немножечко как бы молния не доходит до конца. Ну, будем носить поосторожней. Прижимать к себе для того, чтобы никто не вытащил кошелек. Но там не такое уже большое отделение сбоку, где, чтобы вытащить кошелек. Вот так вот выглядит сумочка. Спереди, сзади она еще, я думаю, что она разгладится. И будет все замечательно. Если вам понравилась сумка, то я вам обязательно оставлю ссылочку внизу под видео. С вами была Галина. Вот так вот выглядит сумочка на страничке. И есть разные цвета. Вот еще вот такой вот голубой очень красивый. Это розовый, красный и серый. Я долго выбирала между синий и розовый. Но все-таки решила розовую взять. Но она более фиолетовая с обратной стороны смотрится. Ссылочку я вам оставлю. Так что, если вам понравилась сумочка, то заказывайте. По качеству она очень хорошая.